Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги. Представляю отчет о деятельности правительства Турцкого области за 2020 год. Рынок потребностей, которые обеспечивали нашу работу, чтобы, например, стоить поиски на заслу, пошел голосовать. Кроме того, наши предприятия в жарные сроки освоили производство. В 2020 году состоялось важное мнение в Конституцию. Основной закон нашей страны проголосовал в нашем регионе в дистанционном формате, когда организовано и уже работает более высокая модернизация инфраструктуры, повышение эффективности социальной сферы и образования. Внести свой вклад в эту работу. Великий ученый и мыслитель. Как прошел этот пандемийный год для Турцкого области, с какими сложностями столкнулись, как их преодолели и каковы, на Ваш взгляд, главные итоги? Пандемийный год прошел очень непросто. Было, конечно, очень много осложнений, было очень много в работе, я имею в виду. Было достаточное количество ограничений и необходимости вводить специальные условия режима. Но прежде всего я хотел бы благодарить представителей бизнеса, руководителей предприятий, организаций, которые очень внимательно отнеслись к нашим рекомендациям, к рекомендациям Роспотребнадзора, с применением средств индивидуальной защиты и все эти меры в комплексе, а также поддержка со стороны правительства, поддержка средств индивидуальной защиты, это бесплатная выдача масок, это транспортная модель, которая также работала с профилактикой и выдавали средства защиты нашим гражданам. Мы все смогли сохранить режим работы предприятий, самое главное занятость населения и сохранить средний и малый бизнес, который, конечно, является самым чувствительным в такие периоды к любым изменениям и ограничениям. Поэтому хотел бы отметить, что область успешно, я считаю, прошла этот период, это не моя оценка, это оценка экспертов. Руководители предприятий смогли сохранить рабочие места и доходы граждан, и, наверное, что очень важно, высокий процент открытости нашей экономики региональной позволила еще начать реализацию новых проектов и завершить инвестиционные фазы тех проектов, которые у нас уже реализовывались. Вы знаете, что буквально в первые половины текущего года были запущены проекты, которые начаты были в пандемийный год, это логистические центры автоваза, это предприятия сельского хозяйства, которые работали, это средне-малый бизнес, это строительные объекты, в том числе и дошкольные учреждения, которые были сданы в эксплуатацию, это жилищное строительство, ремонт дорог. Поэтому, выполняя все рекомендации, я хотел бы сказать спасибо и предприятиям, но и самое главное, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал нас, дал дополнительные возможности. Правительству Российской Федерации, которая по причине президента нам поддержала и осуществляла финансовую поддержку врачей, больниц, модернизацию системы здравоохранения, поддержку среднему и малому бизнесу, крупным предприятиям, которые нас обеспечивали государственными заказами. И, наверное, важно отметить, что есть очень хороший, наверное, такой момент, это то, что был скорректирован 44-й федеральный закон. Вот благодаря тому, что пандемия нам дала такую возможность скорректировать 44-й закон, мы практически сделали большую работу по модернизации здравоохранения. В нормальном режиме это сделать было невозможно. И мы, наверное, имея возможность, очень позитивно это воспринимаем, мы тоже обращались в правительство, чтобы это было не только в пандемийный период, но и все-таки было больше доверия регионам и с точки зрения антивнопольного регулирования. И у нас была бы возможность модернизировать не только здравоохранение, но и социальный блок, и отрасли промышленности, которые в каждом регионе играют ключевую роль. Это машиностроение, это легкая промышленность, это сельское хозяйство, чтобы все это развивалось на достойном уровне. Сергей Анатольевич, заслушали отчет губернатора. В конце отчета Игорь Михайлович благодарил депутатский корпус, предложил работать вместе, на благо развития подсказов. Как вы оцениваете вообще направление региональной политики и отчетов? Я надеюсь, что слова Игоря Михайловича прозвучали как предложение продолжать работать вместе для большого количества депутатов, многие из них будут участвовать в выборах, потому что с нашей стороны я хочу сказать, что законодательное собрание находилось в полном контакте с правительством Турской области, лично с Игорем Михайловичем Рудеником, с губернатором. Это было не только в 2020 году, это были и в предыдущие годы. И, безусловно, именно благодаря такому взаимодействию нам удалось принять очень важные законы в разгар пандемии в 2020 году, то, что касалось, прежде всего, поддержки местного малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения и по патентам, которые шли. И, кроме того, я должен сказать, что я, например, оцениваю отчет губернатора о деятельности правительства не как председатель законодательного собрания, а просто как уже депутат с опытом. И очень приятно, что в 2020 году те планы, о которых Игорь Михайлович рассказывал, ведущих своих выступлений в законодательном собрании в 2017-м, в 2018-м году, в 2019-м, они получили развитие в таком сложном году, как являлся 2020 год. То есть это поступательное движение региона вперед, и, думаю, законодательное собрание седьмого созыва будет таким же образом поддерживать ту активную и наступательную политику, которую правительство Тверской области под руководством Игоря Михайловича проводит и в дальнейшем. То есть регион становится лучше, и город становится лучше, и город Твери. И это все замечают, и не только депутаты замечают. Игорь Михайлович, мы сегодня услышали про планы. Это лидерство не просто в ЦФО, а лидерство в национальной экономике. И вообще, на что будете нацеливать свою команду и депутаты, с которыми предстоит работать? Ну, прежде всего, это открытость экономики, о которой мы уже говорили. Это реализация наших уже начатых проектов по технопаркам, по территориям опережающего развития. Это продолжение формирования и модернизации инфраструктуры. То, что сказал президент Российской Федерации и в послании Федеральному собранию, и на съезде партии. Это поддержка многодетных семей, поддержка демографии, безусловный приоритет, это наше будущее. Ну и, конечно, создание новых рабочих мест, потому что сегодня мы должны понимать, что президент сказал, что сейчас мы проходим вторые последствия, это демографическая яма 90-х. Но мы уверены, что будет завтрашний день, где у нас будет плюс по демографии, исходя из наших планов работы и при поддержке федерального правительства. И вот тогда будет очень важная система профессионального образования и рабочие места. Уверены, что это не за горами. И надо к этому готовиться, это формировать и приближать это состояние, состояние, когда наши дети начнут уже быть активными участниками, вырастут, быть активными участниками экономического процесса. И у них уже должны быть все условия, чтобы конкурировать на международном уровне со стороны, с позицией нашей национальной экономики, с хорошего, устойчивого регионального развития. Игорь Михайлович, как вы оцениваете последний вопрос инвестиционный политик в этот сложный период? Какие инвестиции, заложные лечки, какие отрасли экономики, несмотря на пандемию, все равно показали рост? Прежде всего, это машиностроение, это сельское хозяйство, это туризм, который у нас есть. Ну и, конечно, это обрабатывающие производства, которые для Тверской области являются весьма перспективными. Поэтому надеюсь, что мы продолжим эту политику. Показатели самые у нас лучшие были в машиностроении. И уверен, что у нас этот кластер, о котором мы говорим, кластер машиностроения, получит дальнейшее развитие не только на территории Твери, Вышнего Лачка и Торжка, где у нас есть в том числе и легкая промышленность, в Вышнем Лачке, но и другие регионы к нам присоединятся. Этому будет способствовать реализация программы газификации нашего региона, программа развития инфраструктуры, которую сказал президент, тем регионам, которые имеют бюджетную устойчивость, дополнительные средства дадут. И как социальный блок, это развитие здравоохранения и физкультуры, и спорта. То, что сейчас будет идти по партийной линии, и то, что было объявлено президентом на 20-м съезде.